Русские новости, 44 выпуск. Что беспокоит больше всего в Новороссии? Что там власть отдается предателям. Причем предателям, которых рекрутируют здесь, в России, а туда засылают или присылают отсюда граждан России, или там на месте находят своих негодяев. Причем там, в Новороссии, формируют те структуры, которые и здесь считаются негодяйскими. Вот Кремль организовал некий псевдоконсервативный изборский клуб, куда набрали людей, которые не слишком щепетильны и готовы обслуживать кремлевские интересы. Не все, конечно, но значительная часть. Такие вот либо полусумасшедшие консерваторы, которые не дружат с головой, либо люди левого толка, которые прикидывают с консерваторами и пудрят мозги и себе, и другим. А теперь в Новороссии, оказывается, я не знал об этом, случайно узнал, есть такой филиал, изборский клуб Новороссия. И оттуда вот приехал сюда, в Россию, некий преподаватель Донецкого университета, который здесь совершенно сознательно, и об этом он признался, публично, можно сказать, при мне, не знаю, выйдет ли этот материал когда-нибудь в эфир, что он будет врать, постоянно будет врать и России, и Новороссии, и гражданам, и всем русским людям. Почему? Потому что ему нужно, чтобы бойцы ополчения и вообще жители Новороссии, ДНР, ЛНР, не опускали руки. Поэтому им надо врать. Когда я возразил ему, что все-таки врать не надо, а людей утверждает в жизни только правда, он начал хамить, и мне пришлось, чтобы не дать ему по лицу, просто уйти со съемок передачи, которая была запланирована в Анна Ньюс. Видимо, я на эту передачу вряд ли когда-нибудь пойду, до тех пор, пока мне не будут принесены извинения, потому что каких-то подлецов Анна Ньюс продолжает снимать, и им предоставляется возможность городить всю эту чушь, которую городил господин Ольхин или Ольхин, не знаю, как его правильно назвать. А когда я начинаю говорить правду о том, что врагами Новороссии являются кремлевские и киевские режимы, то это все воспринимается как нечто такое опасное и для канала, видимо, неприемлемое. Поэтому я обращаюсь к Марату Мусину. Он собирается и дальше выводить в эфир подлецов. Если так, то, наверное, нам с ним не по пути, и с его каналом я, видимо, не буду иметь никаких дел впредь. Ну, и раньше не имел. Тут вот случайно меня как-то пригласили на этот канал, и я надеялся с Маратом Мусиным пообщаться на разные темы, но вместо него увидел вот этого подонки. Не знаю, стоит ли жалеть, что я не отвесил ему оплеуху за его подлости. Может быть, и зря, может быть, и надо было. Но все-таки я подумал, что те люди, которые снимают передачу, ведущие, операторы, они все-таки к этому не причастны, они не виноваты в том, что подлец оказался в студии. Они, может быть, не знали, что он подлец. Вот, правда, не надо было тогда передачу снимать, надо было ее просто прекратить, а не переснимать уже без меня, когда я ушел, сказав подонку, что он подонок. Ну, теперь, собственно, к русским новостям. У нас они печальные, как всегда, и, можно сказать, трагичные. Продолжаются обыски. 1 июля в квартире Надежды Михайловны Квачковой и Владимира Васильевича Квачкова проведен обыск силами УФСБ, следователь Осадов и отдела Э, то есть ЦПЭ, Центр противодействия экстремизма в МВД РФ. Искали следы причастности полковника Квачкова к изданию книги «Кто правит Россией», то есть его собственные книги. По этой книге еще только идет разбирательство в Пензенском суде, хотя суд первой инстанции уже признал ее экстремисткой. Совершенно безосновательно. К сожалению, в закрытом режиме, но все черные дела в судах у нас делаются при закрытом режиме. Если бы по-честному, то, наверное, это был бы открытый процесс, и люди бы просто слышали вот этих умалишенных, буквально умалишенных, я другого слова не подберу, экспертов, которые свое доброе имя и свою честь ставят на кон и проигрывают. Я сделаю отдельную передачу по тому, что они там понаписали про эту книгу. Это просто бред сивой кобылы. Есть такой московский исследовательский центр, и вот оттуда специалистов, я уже так называемых специалистов, встречаю не первый раз. И они несут откровенный бред. Ну, видимо, им хорошо за бред платят, особенно когда он касается русских патриотов. Истекает две трети срока, на который осужден Владимир Васильевич Квачков. И он может выйти по условно-досрочным основаниям, или же к нему может быть применено облегчение условий отбывания, как к полковнику Хабарову. Остаток срока заменен на домашний арест. И для того, чтобы этого не произошло, нужны какие-то новые обстоятельства. Вот эти новые обстоятельства и ищут у ФСБ, и ЦП в квартире Квачковых. Ну, Надежда Михайловна на этот раз сказала, что не так зверствовали, как зверствовали обычно, и следователи или представители ФСБ вели себя вполне прилично. Ну, как всегда, самым грязным человеком, который участвует в обыске, самым аморальным, был представитель ЦП. Видимо, эта структура специально так и создана, чтобы набирать туда отменных негодяев. Вот отменные негодяне и в этот случай, к сожалению, не знаю фамилию. Я бы эти фамилии, конечно, публиковал. Вот всех тех, кто негодействует, продолжает издеваться над русскими людьми. Даже если человек в погонах, находится под приказом и находится под пристанным вниманием начальства, ну, не надо уж так это начальство рьяно обслуживать. Не надо подлечить, господа из центра противодействия экстремизму. Потому что вы все сами являетесь после этого, после ваших действий, которые вот мне известны, экстремистами. Вы сами экстремисты. Вы попираете закон, вы оскорбляете русских людей, вы являетесь врагами русского народа. И структура ваша вся враждебна русскому народу. Это подтверждено уже многократно. Я не собираюсь заниматься статистикой, углубляться в то, сколько вы настоящих преступников поймали. Я думаю, ни одного. Ни одного. Поэтому вы не нужны народу. Вы нужны вот этой шайке-лейке, которая засела в Кремле и подлечит так же, как подлечите вы. Вы на своем мелком уровне, а не по-крупному. Вам подачки с барского стола, а они пожирают нашу страну. Вот вы вместе с ними заодно. Поэтому ЦПЭ – это знак позора. Понимаете, вот у вас, тех, кто служит ЦПЭ, стоит на лбу печать «знак позора». Вы позорные люди. Парковая цензура. 4 июля в столичном парке 50-летия октября известным спортсменом Сергеем Бадюком должен был быть организован фестиваль, праздник. Бадюк-фест он так назывался, весьма странно для русского человека. И там планировалось выступление известного патриотического ансамбля, русского ансамбля «Русский стяг». Территория парка 50-летия октября действительно была предоставлена для проведения фестиваля. Его организаторам заявили в пресс-службе Мосгорпарка. Какое имеет отношение Мосгорпарк? Они сдали в аренду и все, дальше дело их заканчивается. Оказывается, они цензурой занимаются. Нет. Но они самовольно составляли музыкальную программу. А они у специалистов паркового хозяйства должны были спросить, какая музыкальная программа позволена, а какая нет. Ну и вот, значит, Мосгорпарк объявляет, что с ним эту программу не согласовали. Парк «Фили», администрация которого отвечает за парк 50-летия октября, у нас почему-то за все теперь парк «Фили» отвечает, уже потребовал от организаторов фестиваля изменить музыкальную программу. Я бы послал к чертям. Ну вот, к сожалению, господин Бадюк не смог этого сделать. Представитель парка «Фили» Ольга Ваврищук сказал, что если организаторы не изменят программу, музыки на фестивале не будет вообще. А кто ты такая, дамочка Ольга Ваврищук? Кто ты такая, чтобы определять, какая музыка будет, а какая не будет? Это что, Мосгорцирк или Мосгорконцерт? Кто вы такие? Чтобы вводить цензуру, причем предварительную цензуру. «Позиция директора парка. Группы, заявленные в афише фестиваля, необходимо поменять полностью», – заверила вот эта дамочка. Представитель Сергея Бадюка заявил, что программа фестиваля будет скорректирована. В общем, позор, позор. И вот русский стяг выступил с заявлением на этот счет. Русский стяг не первый раз сталкивается с провокационной деятельностью всевозможных анонимов. В данном случае какая-то жалоба анонимов была. И в основном это представители всяких либерастов и врожденцев, говорится в заявлении русского стяга, которые хотят, чтобы все русские люди деградировали до их уровня и превратились в стадо потребителей без рода и племени, без гордости и чести. От себя хотим напомнить администрации парка и всем чиновникам, что всякий аноним достоин презрения. Идя на поводу, ох, непонятно кого, вы настраиваете против себя здоровую русскую молодежь. Да, парк Фили, можно сказать, настроил вот все эти, кто там у нас был. Вот, к сожалению, не названа фамилия директора парка Фили, который заправляет теперь многими парками, им все передано. Но я думаю, мы обязательно эту фамилию назовем в русских новостях. Ну вот Ольга Ваврещук, не знаю, кто она там, представитель, в каком смысле она представитель, но по крайней мере она объявила, что вот музыки такой не будет вообще русского стяга. Вот, но эти люди достойны презрения, так же, как и анонимы. Вся дирекция парка Фили и все, кто занимается вот такой цензурой, конечно, достойны презрения от всех русских людей. И мы это презрение через русские новости передаем. Надеемся, что все наши зрители тоже согласятся с тем, что парк Фили теперь, конечно, организация неприкасаемая, если она не позволяет русским людям выступать с той музыкой, которая им нравится, и если вообще специалисты по парковому хозяйству вмешиваются в подобные дела. Это не ваше дело, господа, не ваше. Так вот, вернемся к заявлению русского стяга. Спасая сегодня свое насиженное кресло, подумайте, не придется ли завтра спасать, извините, свою задницу. Подумайте, не обостряете ли вы и без того сложную обстановку. Хватит жить сегодняшним днем только ради себя. Думайте о будущем России и ее народа. Но я думаю, что эти люди не будут думать о будущем. Они только о своей заднице и думают. Но думают как-то вот очень нелепо. И я думаю, что до этой задницы скоро русские люди докопаются и высекут ее как следует. Это будет правильно. Я бы вообще выступал за то, чтобы этих людей секли прилюдно на площадях. Директора парка Фили я предлагаю высечь на площади. Потому что таких негодяев нужно учить именно так. Чтобы один раз, и потом уж больше не надо. Потом я думаю, что он уже не захочет подобной подлости делать. Давайте мы мысленно его высечем. Мысленно представим себя как директора. Вытаскивают за шиворот из его кресла куда-нибудь на людную площадь под видео. Секут его там. И говорят, не подличей, не лги, не гать. Не будь русофобом, не будь негодяем. Просто как мальчишку. Надо высечь, чтобы он вспомнил, чему его не научили в детстве. Высечь как следует. Дальше по заявлению. От себя заявляем, что русский стяг действительно создавался для пропаганды здорового русского национализма. И мы приветствуем, конечно, это. 15 лет пропагандировал здоровый русский национализм. И в будущем будет пропагандировать здоровый русский национализм. Потому что, как говорил Петр Аркадьевич Столыпин, народ, не имеющий национального сознания, есть навоз, на котором произрастают другие народы. Слава России, с верой в победу, русский стяг. Давайте полностью поддержим этот ансамбль. Действительно, у него есть замечательные произведения, которые любимы русскими людьми. По крайней мере, те, кто слышит из русских людей эти произведения, считают их своими народными, затрагивающими их душу. И вот с этим мы должны, конечно, двигаться в общем направлении. Вместе с русским стягом поддерживая его. Есть такое выражение «Шемякин суд». Это суд неправедный, суд произвольный, совершенно не основанный на законе. У нас много таких судов. Но у нас и выборы примерно такие же. Слово «Шемякин» уже туда не подходит. Я предлагаю такое высказывание или такое словосочетание «Выборы для Деда Сидора» или «Выборы Деда Сидора». Это когда выбирают тех, кто уже давно пересидел даже свои мозги на так называемых избираемых постах. Но их все равно правящая группировка проталкивает, потому что они уже вписаны в эту систему. И от них известно, что ожидать. А вот новый человек, а вдруг он окажется честным и порядочным? Так он же всю эту систему разваляет, разрушит, на мелкие части раздробит. Поэтому выбор Деда Сидора. Надо обязательно Сидора выбрать. Ну и при случае высечь его как Сидорову козу. Но 13 сентября 2015 года в двух десятках регионов страны состоятся выборы губернаторов. В числе прочих выборы пройдут в Калужской, Калининградской, Тамбовской, Ростовской и других областях. Все избранные на выборах 13 сентября губернаторы будут править как будто бы первый срок, просидев там уже немыслимое количество лет на этих постах. Дело в том, что Путин подписал закон, в соответствии с которым все сроки губернаторов будут отчитываться с 2012 года. Вот просто решил и все. То есть против реальности, против действительности. Люди там сидят по 3-4 срока, там по 10-15 лет. Ну вот считается, что все это не считается. Ну просто так Путин подписал, Единая Россия сказала. Они там нажали на кнопки на своих креслах в Государственной Думе и решили, что все эти годы не считаются. Будем считать заново. Ну пройдет еще 10 лет. Снова заново можно будет посчитать. Почему бы нет? Вот подписан такой закон и все предыдущие сроки как будто обнуляются. В документе прописано, что главы регионов не могут занимать больше двух сроков. Ну а счет пойдет с 2012 года. Почему? Ну потому что так захотел человек, который называет себя президентом. Самозванцы избирают самозванцев. Давайте мы и так и будем считать. Это их власть, это не наша власть. Они сами себя избирают. Не ходите вы на эти выборы. Зачем они вам нужны? Это полная профанация. Продолжается у нас канитель с восстановлением символов советской власти. Хотят Дзержинского установить. Наверное, скоро будут памятники Ленину восстанавливать. Может быть, те, которые сносят на Украине, может, сюда привезут. Здесь их расставят на всех углах. Их и так полно в каждом городе. Коммунистические проспекты, улицы Маркса, Ленина и всех большевистских руководителей. Все это есть. Поэтому по всем признакам Российская Федерация, обломок Советского Союза, на самом деле является наследником большевизма. Наследником большевиков. Мы это видим во многих аспектах. В том числе, скажем, и в деятельности так называемых спецслужб. Они же все гордятся, что они чекисты. Да, точно, они чекисты. И зуверы, и садисты. То есть, может быть, не такие зуверы, как были чекисты Дзержинского, но, по крайней мере, они одобряют деятельность ЧК в те времена. Одобряют красный террор и себя числят последователями всех этих преступных деяний в отношении, прежде всего, русского народа. И здесь я вот заметил высказывание одного из моих хороших знакомых. По прежним временам мы даже близко знакомы, мы были с Владимиром Ведеманом, который живет за рубежом с рождения. И вот он высказался об отношениях русских к советской системе. Когда-то еще при СССР трудно было встретить хоть одного вменяемого человека на полном серьезе, одобряющего советскую систему. Это так, я жил в этой системе, я это точно знаю. Среди моих знакомых не было тех, кто одобрял бы советскую систему. Даже из тех, кто поддерживал советскую власть. Ну, разве что где-нибудь на Диком Западе. Поэтому, да, именно на Западе могли поддерживать советскую систему. Но у нас здесь это было просто даже неприлично высказываться в пользу той системы, в которой мы жили до 91-го года. Ну, и чуть-чуть позже там советская система до 93-го года отчасти сохранялась. А потом те, кто еще совсем недавно были готовы вешать красных на фонарях, понавешали у себя по кабинетам Сталина и прочих генсеков. Парадоксальным образом, новый постсоветский патриотизм обрел чисто советскую форму. А еще чуть позже и советское содержание. Социализм, госконтроль, власть Ордена Меченосцев. Только сейчас это подается не в классовой экономической, а в национал-геополитической плоскости. Одним словом, марксистское язычество. Ну, действительно, большая печаль, что мы живем в условиях марксистского язычества. Ну, разве Путин и Медведев не марксисты? Да стопроцентные марксисты. Они в голову свою не положили больше ничего за время, которое прошло с окончания ими университетов или каких-то других учебных заведений. У них там ничего больше нет из области общественных наук. Только марксизм. Поэтому у них и лезет этот марксизм из них. И поэтому они цепляются за символы марксизма, за мавзолей Ленина, за вот этот пантеон негодяев, который там у Кремлевской стены захоронен, отчасти в Кремлевской стене. Там есть приличные люди, которые там тоже в эти кирпичи поносовали их прах. Но в подавляющем большинстве это просто враги народа и государства. Цепляются за вот эти названия, которые похабит каждый русский город. И как будто нам некого прославлять основателей этих городов, русских полководцев, ученых, деятелей культуры, государственных деятелей, государей, например, российских, которым, в общем-то, не уделено практически никакого внимания. Я думаю, что приличный русский человек просто не должен попадать на эту уловку совкового. Вот правильно говорят, есть нормальные русские люди, а есть сумасшедшие. Те, кто не может правильно оценить, правильно увидеть ту ситуацию, в которой мы живем и в которой жил наш народ в течение 20 века. Советской власти не было никогда. Не было советской власти. Только название, советский период, условное название. Я тоже был депутатом Московского совета в начале 90-х годов. Я точно знаю, что не было никакой советской власти. Была власть портократии, а потом просто власть варья, в которую эта портократия выродилась, превратилась. Вот и все. Не было никакой советской власти. И не может быть на территории России той власти, которая была когда-то в 20 веке, и которой морочили голову, якобы, что это народная власть. Она не была народной. И сейчас антинародная. И тогда была. Плоть от плоти тамошнего режима, вот этого начинающегося от Сталина, от Ленина. И сейчасшний режим происходит именно от них. Путин и Медведев – это продолжатели дела Ленина-Сталина. Как это кому неприятно из большевиков, ленинцев, из марксистов, из коммунистов. Но это так. Вся страна испещрена признаками коммунистической эпохи, так называемой советской эпохи, советского периода. Это так. И многие действия, которые предпринимает сегодня Путин и вся его группировка – это действия чисто советского человека. А где русские люди? Во власти русских людей мы не видим. Решений, которые бы были направлены в пользу русских людей, в пользу русского народа, мы не видим. Вообще ни одного. Не то, что там как-то их маловато, а просто никаких нет. Вот противорусские решения постоянно. Вся правоохранительная система работает против русских, вся экономическая система работает на то, чтобы русские были просто нищетой, а те, кто обогатился, просто отреклись от русского имени и никогда не помогали русским. И те, кто на госслужбе находится, никогда не служили делу русского возрождения, русскому народу, русской культуре. Тотальная антирусская власть – вот то, что мы имеем сегодня. И, конечно, для того, чтобы она была антирусской, она должна быть в каких-то чертах, в кавычках, советской. Обязательно что-то брать из коммунистического недалеко, хотя уже десятилетия прошли, но им обязательно оттуда надо брать. И говорят все время, ну надо же взять из всех периодов истории все хорошее, что там было. Так вот, все хорошее, что там было при советской власти, это было русское. И с этим советская власть, это не советская власть, ее не было, и с этим коммунистическая власть боролась, потому что она хотела, чтобы русские перестали быть русскими и стали советскими. И значительная часть они этого добились, потому что те, кто называл себя советскими до 91-го года, теперь просто называют себя россияне. Россияне, но не русские, не хотят быть русскими. Говорят по-русски, в школе читают Пушкина, изучают русскую историю, но русскими быть не хотят. Вот они, россияне, советские люди. Глава счетной палаты Татьяна Голикова очень решительно настроена в отношении того, что эпоха изобилия денег в стране закончилась У кого-то, видимо, была эпоха изобилия денег, у подавляющего большинства такого не было В новых экономических условиях давать возможность казнокрадам оприходовать 30-40% бюджетных трат Роскошь, которую мы не можем себе позволить, даже не этически, а экономически, так сказала Голикова То есть она призналась, что 30-40% бюджетных трат просто разворовывалось и разворовывается Просто сейчас надо как-то эту долю немножко уменьшить, потому что экономически невозможно ее обеспечить А раньше можно было, давайте мы это и зафиксируем, 30-40% бюджета просто украдено И вот на 2014 год счетной палатой выявлены нарушения на 524 миллиарда рублей Это неэффективное и нецелевое использование средств, то есть не могут бюджет исполнять Поэтому распределяют его так, как хотят, как им захочется, как их, как говорится, левая пятка пожелала Ну а счетная палата все это фиксирует, надо бы в тюрьму сажать, но не сажают, потому что это же родные люди Приблизительное завышение стоимости строительства, которое потенциально оседает в карманах подрядчиков и субподрядчиков Доходит по экспертной оценке счетной палаты до 35% В 2013 году вынесены поправки в ВПК, где появилось 24 состава административных правонарушений По которым счетная палата может выписывать протоколы и деньгами наказать должностных лиц До середины 2014 года никто этими нормами не пользовался Голикова говорит, когда я задал вопрос почему, то ответа в общем-то не было Ну, видимо, она думает, что она какую-то революцию произведет А почему вдруг счетная палата получает полномочия, которые должны быть у прокуратуры, следственных органов Почему не преследуются те чиновники, которые должны были соответствующие распоряжения выпускать И на своем рабочем месте бороться за то, чтобы всюду царствовал закон Почему этого не происходит? А это просто коллективный сговор Они все вместе спеклись в такую антинародную массу И поэтому действуют совершенно безнаказанно Ну, сейчас штрафы составляют от 20 до 50 тысяч рублей за те безобразия, которые в масштабах полтриллиона рублей Ну и что этими штрафами по 20-50 тысяч рублей можно сделать? Да ничего Поэтому счетная палата при Степашине, она очень часто выявляла просто глобальные правонарушения Ответ прокуратуры был, как правило, нулевой И деньги уходили в эту прорву Голикова об этом прямо и сказала Эта прорва составляет порядка 35% только на том, что видно невооруженным взглядом при анализе документов А уж сколько пропало безвозвратное никто не заметил или постарался не заметить Чтобы мы сдохли, вот так действует нынешняя власть Предложение о сбалансированном снижении с 2017 года контрольных цифр приемов вуза на бюджетные места Содержится в проектах основных направлений бюджетной политики на 2016 год и плановый период на 2017-2018 годы Который в целом был одобрен правительством в конце июня В статье 100 федерального закона об образовании в Российской Федерации прописано, что на каждые 10 тысяч человек в возрасте от 17 до 30 лет должно приходиться 800 бюджетных мест в вузах Скажем так, что эти бюджетные места в основном распределяются среди своих людей И у нас тут вся эта группировка, которая привязана к госслужбе, она и представляет собой своих людей То есть мало того, что они просто грабят страну, они еще и в бюджетной сфере выделяют свои жготные привилегированные места в детских садах, в школах и в вузах Минфин предлагает уменьшить вот это значение 800 бюджетных мест до 750 на 10 тысяч этого возраста Необходимость реформы Минфин обосновывает изменением демографической ситуации Но то, что она изменилась, мы прекрасно знаем Хотя удельная численность студентов-бюджетников на 10 тысяч человек вроде как не должна изменяться Меньше стало людей, меньше бюджетных мест Но они вот объясняют демографические ситуации Видимо, чем нас меньше, тем меньше у нас государство должно предоставлять образование на бесплатной основе Мол, занимайтесь своим образованием как хотите сами А государство к этому никакого отношения не имеет В том числе и в профориентировании Могут вот эти все частные вузы понаделать дипломов специалистов, которые вообще не нужны в стране Министерству образования наплевать на это Другими предпосылками для рассмотрения данной меры сообщил замминистра финансов Айрат Фарахов Замечательный человек, видимо, особенно на должности замминистра финансов Айрат Фарахов Стали необходимость реализации госполитики по повышению привлекательности среднего профессионального образования И оценке результатов трудоустройства по специальности выпускников вузов, обучающихся на бюджетных местах Ну просто бред сивой кобылы, то что здесь сказано И я думаю, что это вполне органично для Министерства финансов и вот таких людей, таких замминистра, как Айрат Фарахов С двумя «р» жуть, как фамилия пишется, просто страшно Компенсировать сокращение числа бюджетных мест Минфин предполагает одновременным завершением формирования эффективной системы выдачи образовательных кредитов абитуриентам и студентам, мотивирующие их к получению профессий Тоже просто бред сивой кобылы, мы отнимем в одном месте, дадим в другом Возвратные, правда, деньги на кредитной основе То есть все превращается в кредит, в денежные отношения Полный бред, Министерство финансов полностью раздавило Министерство образования Образование – это просто коммерческий проект У нас ведь коммерческий проект и все правительство Российской Федерации, поэтому неудивительно В СССР в среднем было 220 студентов на 10 тысяч населения, 220 В законе об образовании 1995 года эта формула была не менее 170 студентов на 10 тысяч населения, в целом 10 тысяч населения В новом законе об образовании, принятом в 2012 году, формула расчета бюджетных мест в вузах была изменена С 10 тысяч населения на 10 тысяч граждан в возрасте от 17 до 30 лет Ну и таким образом обманули Ну и при том, что весь мир становится более образованным, в России стремятся к тому, чтобы как можно меньше дать образования на бесплатной основе Поэтому образование будут получать в основном дети богатых родителей Содержание образования-то уж никого не волнует, поэтому сколько ни платите, все равно из вузов, из школ будут выходить неучи И так продолжается уже на протяжении многих лет, два десятка лет, у нас уже поколение, целое поколение выросло необразованных людей В среде тотального необразования Нужна нам такая система? Олигархам всюду, конечно, зеленый свет Компания Аркадия Ротенберга, лепшего друга Владимира Путина, реконструила 6 из 10 комплексов знаменитого лагеря Артек И за это ей будет заплачено более 3 миллиардов рублей В феврале нынешнего года вице-премьер правительства Ольга Голодец сообщила о том, что до 2020 года на реконструкцию Артека планируется потратить 17,3 миллиарда рублей Стройгазмонтаж стал первой компанией, получившей контракты на реконструкцию Но напомним, что Артек это теперь суперэлитный лагерь, в котором либо отдыхают шибко богатые дети, или дети шибко богатых родителей Либо просто там организуется какая-то сволочная тусовка в пользу ныне действующей власти, которая морочит голову детям и ломает их психику, ломает их совесть, воспитывает из них негодяев Вот цель Артека, и на это из кармана нас всех складываются деньги в бюджет, чтобы вот это все обеспечить То есть нас же обувают за наши собственные деньги Здорово ребята устроились Реконструкция Артека не единственный крымский проект Артенберга В сентябре этого года дочка стройгазмонтажа может начать строительство моста через Керченский пролив А там порядка триллиона рублей затраты Согласно госконтракту со стройгазмонтажем от 17 февраля этого года стоимость проектирования и строительства моста не должна превышать 228 миллиардов рублей Реально будет триллион, уверяю вас, потому что надо же что-то украсть Не должно быть превышать вот этой суммы, которая обозначена 228 миллиардов, но будет превышать, в этом можно не сомневаться Потому что услужливая Государственная Дума, услужливое правительство всегда приятелю Путина предоставят какие-то преференции и изменят то решение, которое сейчас есть Если он предъявит другую сумму, эта сумма будет удовлетворена Аркадий Ротенберг в 2015 году занял 60-е место в списке самых богатых людей России Составлен Форбс, состояние у него 1,4 миллиарда долларов 1,4 миллиарда долларов, приятель Путина Основная деятельность строй-газмонтажа, строительство магистральных трубопроводов, наземных сооружений, морское строительство, газификация субъектов Российской Федерации При чем здесь Артек, при чем здесь дети, при чем здесь строительство А просто при том, что это приятель Путина, вот и все А газ вообще-то нам некуда девать Глава Газпрома Алексей Миллер доложил президенту, что его компания способна ежегодно получать из недор 617 миллиардов кубометров газа Но в прошлом году смогла реализовать только 444 миллиарда Невостребованная годовая мощность 173 миллиарда кубометров Российскому экспортному монополисту по зарезу нужны покупатели Без которых планы развития и добычи не имеют экономического смысла Ну, вся деятельность Газпрома не имеет экономического смысла Для страны не имеет Для группировки, которая там присосалась и получает сверхзаходы, конечно, имеет Ну, им, в общем-то, конечно, нужно больше газа реализовать, как можно больше Лишь бы повышались их доходы То, что страна обеднеет, это, конечно, их мало волнует Потенциал китайского рынка для российского газового поставщика на поверку оказывается не слишком большим По расчетам Оксфордского института энергетических исследований и китайских корпораций В 2020 году Китаю потребуется закупить за границей 170 миллиардов кубометров газа Около 80 миллиардов поступит по трубам из Средней Азии Еще 12 миллиардов по трубопроводу из Мьянмы И почти 82 миллиарда кубометров в сжиженном виде тангарями и газовозами Эти три источника с избытком покрывают потребности КНР в импортном газе А сил Сибири, которая строится у нас, и тем более Алтай, вот эти газопроводы китайцам вообще не нужны Если они согласятся получать по ним российский газ, то заплатят цену ниже той, которую получают из других источников Китайцы, которым Газпром предложил участвовать в финансировании силы Сибири Отвергли это предложение, сделанное в мае 2014 года Заявление российской стороны о том, что КНР якобы предоставит по проекту 20-25 миллиардов под будущие поставки газа Оказалось неправдой Поэтому китайцы просто обуют или нам просто вешают лапшу на уши руководителей страны в лице человека, называющего себя президентом Он представил это как некий триумф, как дружбу с Китаем, какую-то особенную дружбу Вот совместная разработка месторождений, прокладка, совместная газопровода Так нет ничего, китайцы и так все это возьмут Им некуда торопиться, потому что страну нашу загубят Вот эти путиноиды загубят нашу страну И китайцы возьмут даром тот газ, который будет поставляться через этот газопровод силы Сибири Газохимическим производством способен принести огромную пользу отечественной экономике Газпром традиционно заниматься не желает Почитает тратить огромные средства на строительство нерентабельных газопроводов И заведомо неокупаемые экспортные проекты Они неокупаемые для Газпрома, но те, кто руководит Газпромом, конечно, для себя огромную выгоду в этом видят Поэтому и реализуются вот эти неокупаемые глупые проекты Ну а газифицировать страну, где целые города живут без газоснабжения, это Газпрому и вовсе кажется нелепым Ну зачем продавать газ на внутреннем рынке, если можно на внешнем так продать, чтобы получить себе в карман что-нибудь Или виллу построить где-нибудь там на Лазорном берегу Беспредельщикам, полицаям сейчас готовится особый статус Полицейские в России могут получить новые полномочия Лиц, которым государство гарантирует презумпцию доверия и поддержку Они будут обеспечены и новыми правами от скрытия транспортных средств до стрельбы в местах скопления людей Поправки в Госдуму внесены группой депутатов из всех фракций Во главе с председателем Комитета по безопасности Ириной Яровой Ну это такая политическая дама легкого поведения Которая специально Кремлем и посажена на депутатское место Чтобы вот такого рода проекта, конечно, она ничего не писала Ну там мозга просто нет, головка очень маленькая, мозга помещается совсем ничего Просто дали бумагу, она подмахнула, якобы вот это от нее исходит Сходит, конечно, от администрации президента И от правительства, от тех, кто увечит нашу страну всеми возможными средствами Ну вот такие вот дамы легкого поведения помогают им это делать И вот действующую норму о том, что сотрудник полиции при исполнении выступает в качестве представителя госвласти И находится под защитой государства, предполагается дополнить тем, что государство гарантирует презумпцию доверия И поддержку сотрудников полиции при выполнении им служебных обязанностей То есть и без того беспредельничают, будут беспредельничать еще с большим цинизмом Закону вводится норма о том, что сотрудник МВД не подлежит преследованию за любые действия при выполнении своих обязанностей Если действия проводятся по основаниям и в порядке установленных нормативно-правовыми актами А это подтвердит любой начальствующий негодяй, что все было правильно, все было по закону о полиции А реально все делается против людей Законопроект расширяет права полиции в части применения оружия Если сейчас запрещено стрелять в женщин вообще, то теперь только с видимыми признаками беременности Это просто абсурд и цинизм Получат полицейские, ранее не имевшие права на стрельбу в местах скопления людей Теперь они могут открывать огонь в людных местах для предотвращения терактов и захватов заложников Авторы проекта планируют наделить полицейских и новыми правами по вторжению в частную жизнь Досматривать граждан их вещи, транспорт можно будет при наличии данных о том, что у них есть оружие или наркотики Ну и если просто имеются основания полагать это То есть просто фантазия такая взбрела в голову и возьмут, вас остановят, выпотрошат, испортят вам настроение Испортят вам день, который вы хотели продуктивно провести Все выпотрошат просто потому, что им что-то показалось Вот такой закон они хотят принять Они будут проникать на объекты частной собственности для задержания лиц, которые скрываются с места преступления Но еще не имеют официального статуса подозреваемых или обвиняемых Неважно, я думаю, что это преступник, поэтому я могу вторгнуться в любое помещение и арестовать любого человека Ну дальше не получилось обвинить, ну что, ну и даже извиняться теперь не нужно Потому что уж полицейскому-то доверяют больше, чем кому-либо Наименьшее доверие среди граждан, конечно, в адрес полиции Потому что столько издевательств претерпели люди от лиц в погонах, которые называются полицейскими, а раньше милицейскими чинами Ну, государство, поскольку оно отделяется, не государство, а государственный режим Вот этот режим государственной власти отделяется все больше от народа И поэтому больше всего доверяет тем, кто этот народ истязает Полицаем Для вскрытия автотранспорта предусмотрено 8 оснований Кроме предотвращения уголовных преступлений или спасения жизни граждан, например, забытых родителями детей в машинах Вскрывать автомобили можно будет ради обеспечения безопасности при массовых беспорядках совершения административного правонарушения Если имеются основания полагать, что совершившее его лицо находится в состоянии опьянения То есть опять, вот есть какие-то там основания Предполагается полный произвол И так произвола полно, так еще давайте добавим Вот главная цель тех, кто занимается подобными законопроектами За полиции будет закреплено и право предоставлять в избирком любую информацию о наличии обстоятельств, ограничивающих право кандидата на избрание И не только о судимости, как сейчас То есть на всех нас собирается досье И если человек политически неблагонадежен, то теперь эту неблагонадежность будет устанавливать полиция И будет предоставлять доносы в избирком, чтобы избирком всячески стремился к тому, чтобы не зарегистрировать неудобных власти кандидатов Удивительно циничный законопроект поступил в Государственную Думу И в силу его циничности он обязательно будет принят В этом нет никаких сомнений Между тем 11 мая в Москве на Ломановском проспекте, находясь на службе, четверо полицейских и неведомственной охраны Причинили двум гражданам телесные повреждения, чем превысили свои полномочия Ну так вот мягенько говорится в официальной формулировке Полицейских уволили со службы, их руководители привлекли к дисциплинарной ответственности Но ситуация-то ведь никак не изменила Как избивали полицейских граждан, так и будут избивать Потому что у них особый статус, особое доверие со стороны чиновников И еще о полицаях В Главном Следственном Управлении Следственного Комитета по Москве Главное Следственное Управление Следственного Комитета по Москве Провело серию задержаний и допросов бывших и действующих сотрудников Того же самого Главного Следственного Управления ГУ МВД РФ по Москве Мероприятие проходит в рамках одного из самых крупных расследований о мошенничестве со стороны полицейских Это тем, кому особое доверие По версии Следственного Комитета Группа следователей, занимавшихся делами об аферах на рынке строящегося жилья, вносила в реестр пострадавших обманутых дольщиков фиктивных лиц, а потом способствовала тому, чтобы по программе правительства Москвы они получали недвижимость за бюджетные деньги. Квартиры продавались, а большая часть выручки шла следователям. То есть те, кто нас должен был защищать, те нас и обворовывали. Еще одна тема – это русофобы, которые прикидывают, что они теперь все за русский народ. Ну, как Путин сказал, русский мир, русский мир. Ну, теперь они все говорят, да мы вообще русский народ так любим, просто спать не можем. А что вы делали, господа, в последние 25 лет? Ну, вот есть один такой господин по фамилии Тишков. Вот в День России он получил из рук Путина государственную премию за достижение в области этнологии и социально-культурной антропологии, разработку метода этнологического мониторинга, предупреждения и разрешения этнополитических конфликтов. Страну просто залило этнополитическими конфликтами. Русофобия является нормой и государственным правилом, которые существуют везде, и это, видимо, считается большим успехом. За это дают премии за разработку теоретических основ русофобии. Чем занимался господин Тишков? За это он получил премию. Не за то, что он занимался антропологией, за то, что он защищал русский народ. За те доносы, которые писали его сотрудники в рамках всяких дел против экстремизма, якобы направленных. На самом деле это основатель экстремистской деятельности чиновников против граждан России, против русских людей. И он так высказался. Послушаем Тишкова, который всю свою сознательную жизнь посвятил борьбе с русским народом. Я лично многократно слышал от него жуткие русофобские высказывания. В Госдуме он выступал постоянно по национальному вопросу. Он был соратником русофобов Долотипова, Михайлова, Зорина, которые возглавляли в разное время Министерство по делам национальностей. Формировали такой гламерат, коалицию русофобов разных национальностей. И вот этот человек говорит теперь сегодня, отрицать русский народ как объективный факт могут лишь шизофреники. Он прямо расписывается в том, что все это время, до сегодняшнего дня, он был шизофреником. Потому что он отрицал существование русского народа. Да, он какие-то книжки там выпускал, с названием русские народы, русские. Русский народ вообще он не признал, он написал русские. Кто такие русские? Русской нации, конечно, для него нет. Для него есть россияне, вот российская нация. Всегда Тишков выступал именно за это, чтобы вообще стереть все национальности, стереть все антропологические, этнографические различия, чтобы все были россиянами. Теперь он говорит, ну, русский народ, конечно, есть, отрицать это могут только шизофреники. Но его шизофрения, видимо, особенная. Он признает, что русский народ существует, но при этом одновременно тайно или явно в разных ситуациях по-разному желает, чтобы этого народа не существовало. Чтобы были просто граждане, без всяких признаков культуры, нации, солидарности и так далее. Это в его голове вырос такой кактус. И он этот кактус многократно презентировал во множестве своих статей, книг, выступлений и так далее. Теперь, видимо, пытается раскаяться или как-то отмыться. И он говорит дальше. Это мое якобы высказание было выдумкой какого-то сумасшедшего, за которую передо мной были те, кто запустил ее в масс-мидиа. Я сам родился на Урале от русских родителей и чувствую себя представителем именно этого великого народа. Но я, честно говоря, уделив довольно много времени прочтению работ господина Тишкова, не отношу его к русским людям. Потому что так русский человек похабить русский народ и имя русского народа просто не может. Под моей редакцией в 1995 году вышел фундаментальный труд «Русские». И сейчас я готовлю новые издания с учетом процессов, прошедших последних 20 лет. По истории этнографии нашего народа, культуре православия в России в моем институте было сделано более, чем во всех остальных местах вместе взяток. Потому что никому больше денег не давали. Давали только тишковским русофобам. Больше никому. Поэтому они что-то там писали, что-то там выпускали. Все это для мусорного ведра. Поверьте, я смотрел эти сборники по противодействию политических конфликтов. Это полная макулатура. Это просто отмывание денег. Это просто присвоение грантов, которые могли быть действительно предоставлены достойным ученым. А не этому псевдоакадемику, псевдоученому и его группировке. Например, в 90-х годах была поднята в научном плане тема современного русского зарубежья, а уже в нулевых тема русского мира и ее историко-теоретического контекста. Но это просто вранье. Просто вранье. Потому что ничего этого не было поднято. Было поднято совершенно противоположное. За 90-е и 2000-е годы тема русского зарубежья была стерта. Она исчезла. Потому что исчезло русское зарубежье. От него остались какие-то крохи. И вина за это лежит на Тишкове и его группировке. И сама эта группировка была встроена в русофобскую систему государственной власти нынешней Эрефии. Это 100% точная информация. Я гарантирую, что так именно и было. А про русский мир этот человек, который вообще не разбирается в вопросе о том, что такое русские, что такое русский мир, русская культура, русская история, лучше бы помолчал. Потому что то, что он говорил, от этого просто волосы шевелились на голове. Я не знаю, нужно ли приводить многочисленные цитаты из его книг. Например, «Реквием по этносу». Все, этноса не существует. Русские как этнос, как этническая, как родовая община, родовая структура, структура родства между разными поколениями, от нынешних поколений до глубокой древности. Этого не существует, потому что это исчезло. И это было утверждение Тишкова. «Толстенная книга». Ну что же вы врете, господин Тишков? Что же вы обманываете людей, рассказываете небылицей о своей подлой деятельности, выставляя ее как достойную? Обвинители же надергивают журнальные выдумки и выдают их за мои тексты. Подозреваю, что на то был особый заказ, когда я руководил комиссией общественной палаты по толерантности и свободе совести. Но только подлец может возглавлять такую комиссию. Только подлец. Вот такое название, которое вы услышали. «По толерантности и свободе совести». Только подлец. Во всяком случае, я узнал о приписываемых мне выражениях из некоего списка, который распространил перед одним из заседаний некий Марат Гельман. Так по его же воле этот список, тех, кого Гельман назвал экстремистами, в том числе там был практически весь состав фракции Родины в Государственной Думе, на заседании вот этой комиссии общественной палаты был распространен этот список. И поэтому мы и считаем, что вся эта группировка Тишкова, Гельмана – это одна и та же группировка. Тишков сейчас отмазывается, говорит, «Не-не-не, Гельман – это кто-то другой, я его не знаю вообще что-то, некий Марат Гельман». Они с ним, я уверен, неоднократно пили вместе чай, и чего покрепче. Что касается тривиального суждения о наличии в составе того или иного народа, отличительных по культуре, языку и самоназваний групп, например, поморы, казаки среди русских, кряшины среди татар, эрзи и мокши среди мордвы, то это вовсе не означает отрицание существования самого народа. Если кто-то из моих коллег все-таки говорит, что нет единого русского народа, то он имел в виду именно это обстоятельство – вранье. Я сам слышал от Тишкова, который утверждал, что мордва исчезла, остались только эрзи и мокши. Так и русский народ, может быть, тоже исчез, потому что он развалился, но куски есть только вот поморы, казаки, малорусы, белорусы, великорусы, а русского народа не существует. Я думаю, что Тишков именно эту позицию всегда занимал, но теперь просто морочит голову. Теперь по поводу термина «российский народ», который я предложил сделать официальным в Российской Федерации. Вот заметим, человек, который предложил придать термину «российский народ» официальный смысл, он и есть русофоб. Это просто тождество, однозначное тождество. Якобы это понятие, пишет Тишков или говорит где-то в интервью, выхолачивает понятие русский. Именно так это выхолачивает понятие русский, потому что не может быть в России российского народа. Ну просто нет его, ни одного человека, который был бы россиянином, не существует. У каждого есть принадлежность к своему собственному народу. Мы русские, а не россияне. Татары это татары, а не россияне. Никто из нас россиянином не является. Гражданином России является, россиянином нет. Дело в том, что русский народ до революции не был нагружен столь подчеркнутым этническим содержанием, как сегодня. Он служил практически символом слова «российский». Это вранье. Не было такого слова. Российский относилось только к государству. Поэтому тогда вполне органично звучали словосочетания «русский армянин» или «русский немец». Да не было такого. Ну не было такого. Просто таких терминов не применялось. Так же, как и понятие «россияне» родилось отнюдь не при Ельцине, оно практиковалось со времен Петра Первого и Михаила Ломоносова. Опять вранье. Опять вранье. Тишков – это просто какой-то рафинированный подлец, который врет беспрерывно. Слово «россиянин» было редкого употребления. Скорее, в таком поэтически возвышенном смысле. Оно употреблялось в тысячи раз реже, чем слово «русский». И да, у Пушкина есть два-три высказывания, в которых есть слово «россиянин». Но он говорил русский везде и сплошь. Русский, русский, русский народ и так далее. Только Тишкову это неведомо. Он не понимает и не хочет понимать и знать, что слово «русский» было основополагающим в Российской империи. И даже в Советском Союзе. Ну уж слово «россиянин» это там вообще никто никогда не употреблял. Ну, за исключением поэтов типа Расула Гамзатова, не русский, я, но россиянин. Ну вот и будьте вы россиянами, если вы не русский, если вы так хотите. Не хотите принадлежать к своей собственной национальности, можете считать себя россиянами. Но русский человек перестает быть русским, если он называет себя россиянином. И когда русских называют россиянами, это оскорбление. Это оскорбление многократно, многократно высказывал, многократно его использовал господин Тишков. Лишь начиная с переписи 1926 года вопрос о национальности стал обязательным с четким совпределением гражданина СССР по одному из родителей. При этом русскими стали именовать только бывших великороссов. Ну, а что в этом, разве Тишков против этого когда-нибудь выступал? Разве он выступал против того, чтобы русские народы расчленили на разные ветви в советский период? Никогда. Он был продолжателем дела Ленина, Сталина и их национальной политики. Поэтому ныне возврат в состояние общерусскости для большинства неприемлем. А нам и не нужно никого в общерусскость посвящать. Нам нужно, чтобы были русские люди, русский народ и свободное самоотнесение людей русского рода к русскому народу. Вот и все. А Тишков этому всячески противился всю свою сознательную жизнь. В обсуждениях говорилось так по поводу Тишкова. Русским предлагают фольклорные ансамбли, а автономиям, юрисдикцию и нацпредставительство на федеральном уровне. Все как сейчас. И Тишков пишет. Нельзя упрощать Россию. То есть в том смысле, что нельзя отнимать у автономии, у национальных республик их титульность, их принадлежность только одному народу. А русским что принадлежит в России? На сегодня ничего. Никакого юридического статуса, никаких автономий, никакой территориальной принадлежности. У русских отняли все. Благодаря Тишкову и таким людям, как он. От него лично и национальной политике, его ведомство зависело. Направлять ли средства Министерства иностранных дел, которым выделялось по 250 миллионов ежегодно, русским диаспорам бывших республик Союза. Я это знаю по работе в соответствующем комитете Государственной Думы. Но эти деньги, Затулин, Косачев, Карасин и так далее, при поддержке общественной палаты, там где сидел вот этот треклятый Тишков, тратили на свой отдых за рубежом, на свои командировки, на уничтожение любого сплочения русских граждан за пределами России, которых после развала СССР осталось, полагается считать, 25 миллионов чисто русских, а людей русской культуры это 32-33 миллиона по данным того же МИД. И они остались без возможности вернуться в Россию, если у семьи не было собственных средств на это. При поддержке русских диаспор могло бы не быть стольких жертв и в бывших республиках, растерзания русских семей с детьми, запитых прутьями на площадях, мужчин, изнасилованных женщин, при полном игнорировании проблем русского народа и в самой России, начитая война в Донбассе, в русских областях Украины, право субъектности русских краев и областей, конституционное государство, образующее статус русского народа в России, это залог мира и стабильности. А Тишков был противником всего этого, и поэтому он безответственный политик и виновник, один из виновников всех тех безобразий, которые творились в национальной политике. И сегодня творятся и война в Донбассе, и трупы, там залитые кровью земля на совести таких людей. Видимо, он настолько обласкан властью и так присыщен благами, что совсем не в силах следить за тем, что его методические разработки по созданию нового российского народа резонируют в устах главы государства и ручных политиков. Одна из самых жестоких разработок, совместно с его коллегой Глазычевым, рекомендации для администрации русских городов и областей по вычислению русских национально-мыслящих патриотов и методика создания им невыносимых условий для жизни, от увольнения с работы близких родственников до ареста по 282 статье за экстремизм. Этим занимался Тишков и занимается, и будет продолжать заниматься, пока его не посадят в тюрьму. А посадит его в тюрьму только русская власть. Сколько искалечено тюрьмой судеб? И как быть со всеми, кто сидел по этой статье только за то, что считал, что русский народ был, есть и будет? Каковы политические выводы? Как быть с причинно-следственными связями между идеологией Тишкова, назвязанной руководством страны, и сотнями политзаключенных? Нужно требовать от Тишкова Валерия Александровича с 1989 года директора Института этнологии и антропологии, министра по делам национальности Российской Федерации в 1992 году, члена Бюро Совета РАН по работе с иностранными членами РАН и учеными-соотечественниками, проживающими за рубежом, официального признания ошибочности его собственной политики, официальных разъяснений для следователей, исполнительной административной власти всех уровней. Это должен быть немедленный процесс пересмотра приговоров по 282 статье. Если действительно, мы как православные люди, признаем возможность для каждого человека одуматься и покаяться, если действительно Тишков покаялся, в чем я очень сильно сомневаюсь, скорее уверен в обратном, но если уж действительно так, и я ошибаюсь, то он должен этим заняться. Результаты своей подлости он должен устранять, вот этим он должен заниматься, а не оправданиями рассказывать, как он на самом деле думал, и что его не так поняли, не так распространили его слова. Этот академик «Недом культуры» в селе возглавляло ведомство, определяющее источники для уголовно-процессуальных гражданских административных норм. И глубоко возмущает его бессмысленная попытка свести к невинным литературным высказаниям свою идеологическую позицию по русскому народу в России. Любой законодательный орган пользовался в первую очередь разработками Академии и Институтов, прежде чем принимать очередной закон, ссылаясь на выводы Академии академиков вроде Тишкова. Если Тишков признал официально, что русский народ существует, а его якобы оклеветали, то почему до сих пор он не опротестовал закон об общественных объединениях, запрещающих создание общественных организаций по национальному и религиозному признакам? Где его принципиальная позиция и последовательность ученого? Или он рекомендации для принятия таких законов дает, а отменять не считает необходимым? Именно это его и делает безнравственным человеком. А госпремиум человек должен передать в фонд помощи политзаключенным и помощь семьям невинно пострадавшим. На его совести правовой вакуум и в конституционном определении правосубъектности русского народа и как следствие этноконфессиональный демографический перевес грозящей России ослаблением и разрушением изнутри. И Тишков призывал в самом деле не употреблять слово русский. Вот результат его политики, вот результат. И сколько это будет продолжаться, сколько этот результат будет реализовываться в конкретных трагедиях русских семей. В Подмосковье задержан мигрант из Узбегистана, изнасиловавший двух 11-летних близняшек жительниц города Мытищи. Сколько это будет продолжаться? А вот как оно должно быть. ОМОН провел рейд в московском ресторане, где выходцы из Чечни собирались на разговение во время месяца Рамадан. В ресторане находилось около 50 посетителей. Несколько человек начали совершать намаз. В этот момент ворвались ОМОНовцы, положили всех на пол, изъяли телефоны, вывернули карманы, отобрали ключи от машин, затем всем вывели на улицу и... А дальше что произошло? Вот то, что дальше, уже из какой-то другой эпохи. Вот то, что было до этого, казалось, ну это вот оно, вот оно то, что должно произойти. Очищение русских городов от всякой мерзоты, от всякой этнической мафиозности. И вдруг отвезли в Дорогомиловское ОВД, где чеченцы находились до утра, у всех сняли отпечатки пальцев, никаких обвинений задержанным не предъявили. Сообщается также, что сотрудники ОМОН сразу же выключили все камеры наблюдения в ресторане. Ну и понятно, среди посетителей в тот вечер оказался адвокат Салам Мусаев. Он уже написал жалобы во все инстанции, начиная от прокуратуры и заканчивая обращением к патриарху Кириллу. Вот, кстати, их агент тоже. Мусаев отметил, что в действиях полицейских были явные нарушения гражданских прав. Кроме того, все это происходило в священной для мусульман месяц Рамадан. Так это нам интересно, русским людям. Наверное, вот Тишкову интересно. Нам интересна была первая часть до слова «и». Вот если они бы вывели их на улицу и, а дальше произошло то, что мы считали бы справедливым, тогда это было бы другое дело, другая страна, и власть бы тогда была у России другой. Две части сообщения, как будто из разных времен. Первая из будущего, вторая из настоящего. Давайте стремиться к тому, чтобы у нас наступило то самое ожидаемое нами будущее, где русский народ будет уважаем в нашей стране и будет полноправным, полноценным хозяином этой страны под названием Россия. Субтитры создавал DimaTorzok